всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю новый влог но прежде я вам хочу показать свой заказ сайта лили силк наверное правильно так называется но я вам ссылку оставлю внизу в инфобоксе на те вещи и на сайт где вы можете посмотреть это интернет магазин это китайское производство но они делают вещи из натурального шелка и из натурального кашемира первая вещь это моя любовь в этом году я вам честно говорю во первых цвет мне безумно нравится этот цвет это вот такой вот бадлончик который мне очень нравится посмотрите какой классный цвет мне кажется ну и для блондинок и для брюнеток да вот ну просто я не знаю я вообще в этом году в эту зиму влюблена в такие цвета это бадлон сделан из стопроцентного кашемира вообще я в последнее время очень особенности зимой оценила вещи из натуральной шерсти в том числе вещи из кашемира но из стопроцентного кашемира у меня еще пока не было ни одной вещицы вот это первое вот такой бадлончик я думаю что я на этом не остановлюсь куплю еще потом себе что-то еще вот очень приятный к телу мягкий вообще не хочется снимать потому что в помещении не потеешь в данном бадлончики светорочки как хотите его назовите и на улице в нем не холодно он по ткани такой достаточно тонкий материал тонкий легкий но он как вторая кожа такая да и при этом очень теплый так что давайте покажу как смотрится он на мне в полный рост такой он мягчайший приятнейшие в нем не жарко как будто бы ой ну супер но кашемир он как бы и в африке кашемир я вам так скажу вот смотрите вот так вот он выглядит тут левушкам уходит вот очень прикольный цвет мне безумного нравится очень тоже прикольно с джинсами да и с любыми например темно-коричневыми брюками и вот я вам покажу качество ткани поближе смотрите смотрите какая ткань прикольно она такая как пушистая такая немножко да очень люблю такой ткани очень-очень прикольно не знаю комфортно это моя любовь этой зимы следующая вещь которую я тоже заказала это вот такая но блузка рубашка я бы назвала это рубашка из натурального шелка там различные есть расцветки в том числе различные белые есть прям кипельно-белая такая рубашечка а есть вот такого немножко но я не скажу что этот цвет шампань я бы сказал натуральный белый да такой вот цвет это просто потрясающая вещь очень приятно я последнее время очень полюбила рубашки я уже об этом говорила и в нем много покупок рубашек но увидев на сайте вот такую из натурального шелка я подумала что это просто супер потому что опять же ее нужно одеть сверху одеть жилет к жилетку какую-то да или свитер или кардиган и будет вообще супер вот такие рубашки вот такого классического кроя на мой взгляд не выйдут из моды никогда и соответственно это ну на долгая вещь плюс ее можно комбинировать со всем чем угодно и с джинсами и с брюками с юбкой и более деловой стиль и такой менее в общем супер давайте тоже покажу как смотрится эта рубашечка нам не рубашка вот такого классного цвета классно сидят манжеты вообще я не знаю она такая приятная к телу ну конечно здесь но можно и застегнуть вот таким образом да полностью и например вот какой-то свитерок да или можно можно заправить вот сюда да и будет такая блузка на мой взгляд это универсальная вещь вот просто я не знаю мне очень нравится потрясающе вот сидит очень хорошо она не в обтяжку как я хотела и такая мягкая струящаяся ткань конечно шелк это ну потрясающе просто мне очень нравится блузка понравилась не ну не жаркая не холодно очень приятная к телу не знаю ну супер ну что может быть лучше шелковой рубашки да еще вы знаете я очень люблю ухаживать за собой за кожей за волосами и я очень много слышала о пользе шелковых наволочек я себе заказала вот такую вот такого цвета не стала брать никакие другие не белую никакую еще потому что чтобы это была лично моя и мои мужчины у меня ее не забрали я взяла размер под свои подушки 50 на 70 вот так вот она выглядит вот я ее тут отпарила вчера и немножечко сложила вот сейчас покажу вам тоже ткань поближе здесь идет молния но она видите как бы скрытая такая молния в общем я еще не пользовалась вряд очень полезные волосы не любит не электролизуется и в общем сплошные полезности но я еще хочу отметить один плюс этого сайта он заключается в том что они за экологию и не за то чтобы за сохранение экологии и за то чтобы производство было безоходным из различных обрезок ткани они шьют вот такие маски посмотрите какая прелесть слушайте маски тоже на самом деле я оценила раньше я ими не пользовалась но здесь маска из натурального шелка то есть она сделана из остатков ну скажем так обрезков ткани то есть как можно меньше чтобы было вот каких-то отходов при производстве это на самом деле очень здорово я очень люблю когда вот такие темы и мне это очень сильно нравится посмотрите какая масочка классная здесь вот как раз название бренда и она сама шелковая но понятное дело что шелковая к лицу очень приятно это раз я про сейчас макияжем я уже не буду прикладывать во вторых вот здесь вот есть регулирует вот эти вы можете регулировать и вот это вот сама резиночка она бархатная очень приятно тоже то есть вы можете отрегулировать так чтобы она была у вас не тугая вам и она не сползает вот я думала что так как она шелковая шелк это достаточно такой скользкий материал но нет она очень хорошо держится очень хорошо даже особо вот заломов на волосах не оставляет в общем мне тоже вот эта масочка очень очень понравилось так что вот такие вот у меня были покупки поделилась с вами с огромным удовольствием в особенности вот это это моя любовь девочки честное слово в общем все ссылочки я оставлю внизу в инфобоксе но сегодня такой влог будет немного обо всем хочу вам поближе показать при дневном свете качество вот этой вот ткани во первых я забыла сказать что здесь идут вот такие пуговки виде жемчужинок видите и вот такое вот качество ткани вы посмотрите какая швы естественно все ровные все ровненько посажено все вообще супер у меня вообще никаких нареканий к этой блузке нет кроме моей огромной любви к ней и к желанию прикупить еще в разных других цветах и вот сама вот это вот наволочка то же самое все ровненько сделано аккуратненько я ее немножко прогладила как я уже сказала и вот маска маска видите внутри тут наверное синтепончик набит вот такая вот но тоже качество ткани просто потрясающе смотрите поближе показываю ну супер вот у меня она подойдет вот эта наволочка она мне подойдет на мое постельное белье потому что у меня в основном что-то такое розово-фиолетовое вот и как раз вот конечно можно было и постельное белье на сайте есть и постельное белье но я решила что он что пока я начну с наволочки вот а дальше посмотрим и я все-таки еще решила по быстренькому с утра пересадить некоторые свои цветы потому что хотела думаю смотрю на этот мешок землей и думаю что мне наверное его не хватит вот поэтому думаю надо зайти магазин докупить чтобы уже пересадить цветы конечно декабрь месяц это не лучшее время когда их пересаживать но я уже говорила что весной у меня будет рассада огород и так далее и мне уже будет вообще некогда этим заниматься а цветы меня уже давно ну давней как нужно уже было пересадить некоторые вообще уже там корни вылазят из горшков вот поэтому пересаживать надо было вот займусь этим как раз перед новым годом все украшают все подготавливается к новому году я что-то как-то пока и пока даже не начала но собираемся поставить елочку водную потом будем уже украшать сейчас такие обычные бытовые дела у меня получается чем пересаживаю горшки мне эти очень нравится они очень удобные можно вытащить отсюда не надо вот этих вот знаете блюдца тарелочки вот эти вот подставлять чтобы не пачкался подоконник вот мне очень понравилось это вообще люблю подобное хотя одно время я очень любила именно керамические у меня достаточно много но керамические минус их в том что если кот заденет они шлепнуться и все минус горшок поэтому я со временем начала все больше и больше отказываться от керамических горшков в пользу вот таких вот пластиковых они лично в моем случае более живучий у меня было и дети роняли и животные роняли каспер там пытается развернуться на подоконнике у него это не получается в общем ну что девочки мне земли хватило только на три цветочка но посмотрите какие крутые горшочки видите у меня здесь нет штор у нас только рулонная и вот такая вот штора вот тюль ну бесполезно сюда вешать все равно будет ну в общем это мальчишечка комната и нравится вот так ну пусть будет так в общем я спорить с ним не хочу вот но у меня горшки все вот разнообразные все я хотела чтобы вот хотя бы вот так вот красивый но согласитесь прикольно вот так вот смотрится до окошко уже по-другому с таким цветочком он еще получается видите вот до сюда доходит то есть он высокий и вот такой вот у меня красивый цветок я его тут еще подумала немножечко вот горшок тоже помыла чтобы земли не было вот так чтобы такая красота а здесь не красота все земля закончилась сейчас будут это все убирать мне надо пойти гулять собакой и ехать уже за старшим сыном вот видите у меня все разнообразные горшки вот два посадила вот эту я обрезаю но не сейчас я и по весне обрежу вот чтобы она была такая кусистая у меня цветок общем вы поняли смотрите как симпатенько да даже если вот этот останется такой горшок смотрите как симпатично смотрится мне очень нравится смотрите да окошко вот а здесь вот у меня окно у сына выглядит вот так вот видите этот уже сто лет в обед надо пересадить здесь такой здесь такое в общем тоже будет два красивых горшочка и еще кстати хотела вам показать это мой заказ с сайта озон я заказала вот такую деревянную карту карту мира они вчера клеили у меня но у меня скотч здесь сейчас покажу вот такой вот двусторонний обычного двустороннего скотча они не нашли поэтому клеили на такой и все отклеилось он плохо держит вот состоит вот из такие это карта мира из дерева но это не совсем дерево это видите что но я покупала со скидкой вообще почему вам показываю здесь она живите такие мелкие детальки вот такие вот самолетик чего вам показываю потому что как моему старшему сыну вот это дело понравилось вот он то что упала сейчас сюда на стол себе положил скал мамы не трогай я приду все сделаю сам здесь вот ну россию только выдержала только этот материк выдержал все остальное отвалилась это супер подарок вот у меня старшему сыну 10 лет он так был впечатлен он у меня еще в школе изучает английский да и очень многие страны он уже знает на английском языке как мы были вот например там в турции в арабских эмиратах и вот он здесь мама смотри турция мы там были мама смотри там вот потом мама смотри китае там просто настолько впечатлился что мне кажется это отличнейший подарок даже не только ребенку но это мой взгляд на эту ситуацию я вам ссылку оставлю внизу в инфобоксе классно вот сегодня они у меня поздно все придут и я думаю что они уже доклеят завтра если мы найдем двойной скотч двусторонний скотч нужно вот это все клеится вот эти все мелкие детальки клеится на двухсторонний скотч но соответственно потом можно отклеить на супер смотрите как классно нас часы еще вчера не то что поломали не падали в общем на стене будет у нас и такая штука я потом следующем влоге покажу когда они полностью все наклеит как будет но просто супер супер вещица вообще очень понравилось полвечера они вчера отклеили ночью все отвалилось ну короче так что вот это вот карту рекомендую мы все время хотели купить какую-то карту мира возможно знаете ну вот этот плакат я не хотела из бумаги потому что у нас как-то висел алфавит потом он в таком виде был ужасным и когда увидела вот это я подумала что это нечто очень не понравилось в общем она есть в разных цветах есть черного по-моему там как-то светленького вот я выбрала вот такой в общем супер не думала что у меня сын так впечатлиться но на самом деле ему очень понравилось он сказал вообще мама классно я сейчас пойду гулять с бонной я пойду гулять только с бонной потому что мы у меня кстати про это тоже спрашивали в эти выходные в субботу точнее мы стерилизовали джуз я вся на нервах была как всегда как говорит мой муж тебе лишь бы дать повод понервничать но все-таки несмотря ни на что эта операция и я всегда очень сильно переживаю вот она себя чувствует отлично но она не хочет никуда ходить то есть у нее видно ну ну и страшно было отвозил ее муж у меня потому что я бревела чтобы не не травмировать еще больше собаку решили что он поедет один без меня в общем отвезли хочу сказать разницу огромную между тем что было 9 лет назад когда мы стерилизовали это назвать стерилизация ну по крайней мере в выписке у нас так и написано стерилизация плановая стерилизация когда мы стерилизовали бона ум у нее не было ни одной течки мы стерилизовали 8 месяцев но эта большая собака маленьких собак течка может начаться рано как было у нас в джусси в полгода то есть в августе месяце у него была первая течка и вот сейчас мы Мы ее после первой течки, мы ее стерилизовали. Я за то, чтобы стерилизовать животных, либо их стерилизовать, либо их размножать. Я не понимаю людей, которые там дают какие-то гормональные таблетки животным и при этом не стерилизуют. Любой ветеринар, вот сколько я общалась, разговаривала на эту тему, любой ветеринар говорит, что или вы размножаете, или вы как бы стерилизуете, потому что могут быть и всякие рак и так далее, особенности у девочек. Но это мне говорили ветеринары, поэтому, так сказать, со слов врачей вам говорю. Вот, так что касается того, что было 9 лет тому назад. 9 лет тому назад просто 8 месяцев мы привезли Бону, отдали ее, посидели, подождали, пока длится операция, и в наркозе нам ее вернули. Никаких предварительных анализов, никаких там УЗИ сердца и так далее. Ничего этого на тот момент не было. Ей дели тогда по пону, швы были вот эти вот нитки, прям такие черные у него там торчали со всех сторон, и мазали зеленкой, вот как сейчас помню. Сейчас, прежде чем сделать операцию, сделали УЗИ сердца, врач осмотрел, ощупал ее, потом ее взяли, ей вкололи успокоительное и сделали эпидуальную анестезию, представляете? От нее, конечно, отходит намного лучше. У меня уже собака в этот же вечер себя хорошо чувствовала. Более того, после операции на 3 часа ее оставили под присмотром в самой клинике. Вы представляете? Конечно, все это удовольствие не из дешевых. На джуз, которая весит 6800, ее перед операцией взвесили. Правда, я ее дома взвешивала, она 7200 у меня была. Вот, ну ладно, она же была голодная, перед операцией нельзя, кушать давайте. Точнее, я ей рано с утра дала, а потом муж ее уже отвез. Вот, и она 6800, и все это дело обошлось почти в 10 тысяч. Это для тех, кто спрашивает про цены на животных. Это собака-девочка, собака-мальчик дешевле, кот-мальчик дешевле, коты в принципе дешевле, чем собаки. Потому что все зависит от роста, веса и так далее, и тому подобное. В общем, Джуси себя чувствует отлично. Ей никакую попону не одели. Сказали, что, ну не попону, как она называется, да, вот эта тряпочка такая. Швы саморассасывающие, то есть приезжать, снимать швы не нужно, просто нужно обрабатывать шов, в особенности после прогулки. И если она начнет себя вылизывать, то тогда одеть либо вот этот вот воротник, либо вот эта вот попона, да, это, по-моему, называется защитную. Но она себя не вылизывает вообще, не расчесывает, не вылизывает, ничего. Она просто там нюхает этот шов, и все. Она в шоке от того, что произошло. В общем, я ее тут люблю по-всякому. И выходить гулять она вообще отказывается. То есть я начинаю одевать бону, а она просто прячется. Она боится, что ее опять куда-то отвезут. Ну, я думаю, сейчас, так как у нее все еще, ну, как бы там шов такой, там уже корочка. Но все же, как бы, да, и я ее не заставляю, оставляю дома. Она не лает ничего, просто сидит, ждет, когда я вернусь в бону. Из бону тоже долго стараюсь не гулять, ну, чтобы Джусси не нервничала тоже. В общем, теперь я ее люблю, холи лелею, вкусно кормлю, чтобы все было хорошо, и все будет хорошо. Так что вот так вот, леофана ждет у нас та же участь. Я, потому что не размножаю их, то есть, ну, и как бы все у меня, все животные у меня через это проходят. К сожалению, я каждый раз волнуюсь. Но вот то, что стали вот так вот делать, делать УЗИ сердца, наверное, не знаю, анализы не брали, но показаний для того, чтобы взять анализы у Джусси не было. То есть она в хорошем, ну, как бы, коже, то есть шерсть, все у него хорошо, зубы там и так далее, все, что посмотрели. Сердечко тоже в полном порядке, и поэтому анализы брать не стали, а сразу сделали. Вот. Я очень рада, что все хорошо, потому что я вся на нервах была всю субботу. Да, вот, так что пойду, побегу гулять с лоночкой, и потом поеду за старшим сыном забирать его со школы. Так, ну что, вернулась я домой. Я еще заскочила, девочки, в фикс прайс. Но в фикс прайсе мне нужно было сделать покупки, короче, от родительского комитета в школу, там для украшения класса, вообще всякую ерунду. И домой себе, я сейчас вам покажу, что я купила. Девочки, это нечто. Согласитесь? Это я купила мужу. Кружку. Здесь, правда, нет вот этой штучки. На всех есть вот эти вот наклеечки. В общем, я другое отсканировала. Их всего висело две. Одна вот с над такой надписью, а вторая была надпись Босс, но она внутри была треснутая, вот с этой стороны. Поэтому я взяла вот такой литр здесь. И вот этот литр, это я мужу. Почему мужу? Потому что он обычно себе вечером наливает чай. И этот чай пьют у него все. И я, и дети всегда из кружки. То есть он себе наведет чай, поставит вот так вот на стол, и все подходят такие, о, чай! Раз, кто-нибудь попьет, два, кто-нибудь попьет. Муж потом подходит, кружка полпустая. Он все время, кто выпил мой чай? Вот, теперь литр. Вот так вот. Литр, представляете? Вообще, в общем, супер! Это мужу. И на самом деле у меня тут такие мелкие покупки. Купила батарейки. Я в класс покупала батарейки. Думаю, надо и себе тоже взять. Вот такие вот обычные, простые. И нашла там двусторонний скотч. Видите, какой? Двусторонний. Один метр в рулоне. Я взяла один. Это чтобы вот эту... Наклеить вот эту, как ее? Господи. Карту вот эту. И второй такой рулон. И еще вот такой. Вот такой набор двусторонних скотчей. Ну, вдруг понадобится, да? Вот, чтобы они уже были у нас. Потому что казалось, что у нас двусторонних скотчей нет. Тут мой сладенький мальчик лежит. Видите? Лежит, отдыхает. Зайчка наш. Король мой тут, как всегда. Красавчик. Ты красавчик, да? Леофан очень хочет с ним поиграть. Очень хочет. Так он прям вот весь, знаете, прям вот ходит за ним. А этот не разрешает с ним играть. Он у него фурчит. Бывает даже лапа его побьет. Тот орет. Этот его бьет. Да? Вредина. Даже видно, что это вредина. Он слюнявил себе шерсть. Зачем ты шерсть себе слюнявишь? Не слюнявь. Вот такой красавчик у нас. Вот. Ну, а я на сегодня уже буду с вами прощаться. Все ссылочки я вам, как всегда, оставила внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите. Всех люблю, целую. До новых встреч.